всем привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про магазин где продаются танчики за боны если вы накопили много бонов можно там кое-что приобрести там есть и акционные танки сгк там есть и прем танки находится этот магазин в клиенте игры во вкладке магазин и так как я отношусь вообще в принципе к магазину за боны что это такое нравится но мне не нравится и так во первых там нету лютой им бы вообще то есть любой танк которую там возьмете люто нагибать сам по себе не будет чтобы там что-то изобразить в рандоме на этих танках нужно потеть очень жестко поэтому рандом этот магазин не сломает есть люди у которых бонов мало есть люди у которых очень много бонов так что этот магазин не для всех некоторые люди будут удивляться большой цене за боны некоторые люди скажут что да у меня их так много что мне некуда их деть так вот этот магазин видимо сделан для того чтобы люди послевали свои большие залежи бонов поскольку они такие есть этот магазин сделан не просто так и цена там сделано не от балды у людей действительно у некоторых очень много бонов и они там тысячами у них валяются некуда их всунуть с другой стороны у некоторых этих бонов практически нет и они просто охренеют от этих цен и скажут офигеть за какие-то помойки требуют такие большие суммы бонов итак давайте начнем с того что там продается три прям танка пятого уровня за них толком нечего говорить я особо в песке не играю и в принципе считаю что песок это для деградации скилла но некоторым там нравится играть но в принципе они наверное лучше будут разбираться в этих песочных танках но я чет сомневаюсь что среди этих танков и есть какая-то лютая имба потому что там продают один танк за марафон пт-шку французскую которую можно бесплатно было получить я на ней играл в принципе обычный танк медленно ездит немножечко надо танкует пушечка скорострельная вроде прикольно но танк в целом обычный не понимаю зачем он нужен также там есть и 34 экранированный и немецкий hydrostat 2 ст-шки 5 уровня ничего про них особо не знаю но в целом в рандоме их никогда не видно они вроде как редки не понимаю на хрена не нужны сами с ними разбирайтесь с этими пятыми уровнями там геймплей дебильный играют там эти всякие повелители реферальной программы туда лучше и не ссуваться если вы хотите получить хотя бы иногда адекватный геймплей а не играть вечно в цирк дальше идут танки 8 уровня танков 8 уровня 4 штуки среди этих четырех прям танков 8 уровня нету лютых имп в принципе здесь магазине нету их есть просто обычные устаревшие старенькие дряхленькие танчики но все они с уникальным камуфляжиком хоть какой-то бонус и фишка у них есть но честно говоря как долго эта фишка вас будет заставлять играть на этом танке какой-то там камуфляж продается здесь за 8000 бона гвардеец гвардеец это очень старючий уже в принципе прям танк играется он как полу пт обычная скорость у него немножко есть брони но танкует он довольно таки редко есть у него маскировочка неплохая заднее расположение башни корявенькая пушка с альфой 390 пробития 212 скорость полета снаряда небольшая танк сложный в реализации танк не имба зайдет он мало кому играть на нем тяжело фармит он обычное количество серебра звезд небо танк не хватает спешить его брать не вижу смысла не понимаю скорее всего этот танк почти брать никто не будет именно за боны panzer 58 муц обычная ст-шка восьмого уровня тоже стоит 8000 бон обычное пробитие 212 обычная альфа 240 неплохая динамика у военно 10 градусов стабилизация плохенькая и в принципе точности не особо хватает пушечка корявенько немножечко рикошет на иногда что-то от него отлетает но в целом танк просто обычный да и пушечка корявенько не впечатляет раньше этот танк был неплохой потому что на фоне cdc он реально имел какие-то фишки в виде небольшого размера по сравнению cdc с какой-то там рикошетной плюс-минус броней и примерно такой же пушкой но у cdc точность конечно получше но стабилизация вообще никакая сейчас же муц просто очень устаревший ненужный прям танк t26 e5 американский тяжелый танк восьмого уровня с маленькой альфой хорошим пробитием плохой стабилизацией скорострельность очень хорошая хорошие вены есть неплохая бронированная башня но брони там не особо много голдой пробивается лючок пробивается от башенки в принципе можно потанчить какой-то урон понабивать но внизу списка будет играться очень сложно корпус у него не особо бронированный пробивать его в принципе не сложно танчик был интересный когда он вышел но сейчас он очень быстро потерял актуальность буквально почти сразу на нем конечно можно поиграться но удовольствие вы будете на нем получать довольно таки редко но в рандоме они уже встречаются значит танчик за боны берут правда они на голде почему-то играют видимо танчик не тащит но мне-то известно что танчик уже слабоват я бы это сейчас этот танк не рекомендовал в принципе как и прошлые танки которые я уже рассказал следующий танк amx м4 мл 49 французский тяжик опять 8000 бон в принципе все восьмерки за 8 кабон танк можно взять бесплатно за рефералку танкует он довольно таки плохо если вам будут стрелять в лючок так в принципе то башни он отбивает корпусом тоже что-то может потанковать но борта здоровенные борта ватные от арты он страдает в лючок пробить его крайне легко пушечка не особо точно корявенькая альфа 300 ну такая ни туда ни сюда в принципе танчик просто обычный прям люто бежать его сразу покупать не рекомендую танчик довольно таки простой непонятно зачем его брать если его можно взять бесплатно честно говоря сложно сказать какие из этих танков премиумных можно взять себе честно говоря они не очень все но чтобы выбрать какой-то один наверное все-таки нужно их заново откатать и наверное я сделаю стрим на котором буду катать эти четыре восьмерки премиумные и на этом стриме мы и решим какая из них лучше хоть они все четыре говно давайте перейдем к десяткам фв 215 б 12000 бон акционная десятка британский тяж 10 уровня что классного у этого танка очень офигенная пушка наверное одна из лучших в игре принципе у этого танка больше ничего нет здоровенный ватный корпус который легко пробивается легко сбиваются катки танк очень часто горит он буквально чуть ли не с респа начинает гореть тупо танк факел в нынешнем рандоме танк реализовать в бою крайне тяжело брать его нет смысла для игры вообще а для чего еще его можно взять я не представляю м60 это такой вот американский леопард 1 только альфа поменьше пробитие голдой 350 можно мауса в несколько слоев пробивать неплохая стабилизация хорошая скорость динамика но танк просто ватный брони нет вообще лючок настолько большой что можно иногда перепутать его с башней этот люк будет выезжать все время на несколько лет раньше чем вы из-за бугра танк в принципе играбельно играть на нем можно но он проигрывает недавно апнутому леопарду да и прожета как-то покрасивее смотрится в принципе есть прокачиваемые аналоги получше зачем брать м60 за боны неизвестно но в целом на танке можно играть но он просто нормальный ни разу не имба ни разу не классный да и есть соседние танки получше непонятно зачем его брать лучше прокачать леопарда или прожета 121b я на тесте на нем немного поиграл в принципе танк не такой уж и плохой как я думал просто сказать что танк ужасный нельзя но и сказать что он классный имбовый тоже нет просто обычный нормальный танк нормальная пушка как для ст 10 обычная подвижность чё-то там по броне есть но в принципе танк просто обычный играбельный он не имба опять же зачем его брать не знаю если есть стэшки посильнее его можно взять он в принципе то играбельный но зачем не понятно в принципе такое мне мнение про танки за боны этот магазин ничего не сломает лютых танков там нет но и придумать зачем эти танки брать очень тяжело с вами был варчик играть красиво пока а а